И мы сегодня отправляемся в Австралию вместе с Андреем и Викторией Короташевыми. Доброе утро! Доброе утро, друзья! И опять я неправильно сказал, да? Да, Короташевы. Короташевы, да, да. Ну что, давно вы там были? Давно, да. Полтора года назад. Ну, слушайте, это не так уж давно, вот лет 10 назад, это давно. А много вы были там по времени? Три недели мы там пробули. Нормально, хорошо. Ну, это очень мало для Австралии. Да? Да. Почему туда решили? Что вас привлекло? На самом деле мы очень... Ростники. Нет, у Виктории там есть подруга, которая не так давно, она живая, работала в Новосибирске, уехала туда. Вышли пять, как бы? Да, за любовью. Ну, и на самом деле там и осталась. И частью нашего путешествия было общение с ней. То есть, я так понимаю, она и помогла вам разработать какой-то маршрут, куда пойти, где интереснее, где красивее. Ну, отчасти, потому что я это на отпуск никому никогда не отдам, я сама очень люблю разрабатывать маршруты. А как вы это делаете? Она проконсультировала меня просто во многих вопросах. Где змеи, где там что, да, то есть, ну... Никого из этих не было, товарищи вообще, нам повезло абсолютно. Мы даже кенгрута не могли найти в Австралии. Не поняли, в Австралии были ли они? Да, мы были в Мельбург, мы были в Сиднее, мы были в Кёрнсе, мы поехали на Большой Барьерный Риф, ну, как у попса, но надо. Многие австралийцы даже не понимали, куда мы едем после Сиднее. Ну, Кёрнс, что это? Мы говорим, Большой Барьерный Риф. А, ну, понятно. В общем, они сами, по-моему, сюда не ездят. Вот, ну, страна очень поразила, континент очень поразил, потому что он огромный, он, кажется, на карте маленький. Ну, четыре часа полета между точками соседними буквально. Ну, и теперь вы такой знак понимаете, да? Ну... Ну, потому что там все серферы. Слушатели не понимают, что-то. Ну, я показываю, как бы, мизинец оттопырил и большой палец. Так приветствуют друг друга серферы, да? Вот, это у них такой фирменный знак. А там все серферы, насколько мне известно. Да, да, все серферы. Ну, и те, кто приезжает, в общем, посмотреть на Большой Барьерный Риф. Ну, в общем, у нас он впечатлился. но вы сами попробовали покатались на доске мы спросили местных которые говорили что у нас кенгуру очень много но акул мы видели пару раз виде стейка после того как мы искали кенгуру их не нашли мы поняли что с акулами нам встретиться было вообще принципе судьба в любом случае не океан холодный достаточно он не располагает давайте как-то структурируем наш рассказ откуда и докуда продлилось путешествие что было первыми точками что самыми интересными которые вы считаете нужно абсолютно точно бесповоротно посетить но абсолютно точно мельбурн и сидней это были прямо очень сильные красивые города что там было такого они космополитичные они динамичные они похожи не на европейские города может быть больше даже на азиатские но тоже нет они какие-то очень своеобразные очень большое смешение народов культур кухонь разных то есть вот это все в одном массиве это прямо очень сильно восхищает и очень удивляет что после мельбурна мы поехали вдоль большой океанской дороге great ocean road тоже это природа кенгуру которых мы искали очень красиво вот эти вот двенадцати апостолов искал они дикие пасутся там в том-то и дело даже нам сказали что они будут пастись дикие что вы и что вы встретите их наверняка и обязательно но мы едем по дороге едем там час-два я звоню подруге где кенгуру мы не можем стать ну подожди потом ты встретишь обязательно потому что они наверное с утра вечером они уходят отдыхать в тень утром я ищу кенгуру я бегаю я вдоль океана нету кенгуру потом мы поехали на ферму в общем там потискать потискали да там есть ручные кенгуру которых можно потискать они же разы есть прям большие да они есть разные эти были невысокие то есть в районе метра наверно высотой так поняла что это такое большая австралийская шутка все обещают кенгуру в итоге туристы сами бегают там прыгают ищут оказывается что кенгуру разочарованы что кенгуру я думаю что их там прям толпы огромные нет что касается городов меня на самом деле поразило структурирование вообще самого города то есть мы предположим там или сильный или мельбурн что касается мельбурна например да центром считается доступность на транспорте ну примерно полтора-два часа все что вы едете от центральной точки два часа это все центр мы жили в получасе наверное езды на электричке и это было скажем так второй риджин вот то есть после нас еще был центр все еще не мкад да все еще не как и добираться до работы полтора-два часа это нормально если пройдемся прям вот по каким-то архитектурным достопримечательностям куда бы вы советовали заглянуть что посмотреть нет там гулять по улочкам и да то есть просто вот впитывать себя эту культуру и но седнейского да уже гнездо стороны вам удалось попасть внутрь нет к сожалению это можно зайти внутрь погулять внутренний зал не попадешь потому что там мероприятия саму оперу ты можешь зайти там по дней походить там есть кафе есть переходы какие-то в общем там все очень рядом с фото да 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 это единственная достопримечательность по большому счету да которая тебя вытягивает потому что это некое клише да в остальном это больше про природу наверно австралии это больше про уникальную природу нежно проградно но города это больше про парки то есть количество парков и их ухоженность их размеры нас на самом деле впечатлили давайте топ самых крутых парков австралии после рекламы андрей виктория коротышева проводит нам экскурсию по австралии я хотел добавить с эти позитивчиков мы как-то все про змеи про гул между прочим из австралии группа эси гиси кали минаук актриса николь кидман группа in excess ну очень там памятник много рассказать про парки и в чем их магия и отличие друг от друга в мельбурне два шикарных парка может быть больше но те которые мы видели больше королевский ботанический сад там какие-то экзотические растения когда заходишь в этот парк внутри разные зоны иногда попадаешь там какой-то стропики где-то попадаешь в пустыню то есть очень красивое зонирование красивый факт то есть ощущение совершенно разных климатических зон альберт парк это парк для отдыха там вокруг озера сделаны велодорожки сделаны такие штуки гриле под открытым небом для пикников и есть недалеко от мельбурна филипп айланд это целый остров где пингвины то есть парк с пингвинами парк с коалами которые были спасены там из огня и все такое вот там типа типа зоопарка но это трудно назвать зоопарком он очень большой это можно провести там заповедник может быть да 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 нет а на самом деле одна филипп айланд и пингвины это те которые выходят да это дикие пингвины при наступлении сумерки они живут они живут в воде а гнезда у них на суше они птенцов оставляют гнезда и уходят в море и когда наступают сумерки это великолепное просто зрелище когда из воды начинают выходить пингвины да они начали не выходят рыбками они выходят они выходят смотрят потому что главными врагами являются чайки потому что эти пингвины высотой максимум 30 сантиметров 3 сантиметров даже взрослые да и они начинают потихоньку выходить они выйдут зайдут выйдут зайдут через полчаса они начинают выходить все и их тысячи они бегут на про и они бегут между людьми напролом и каждая из Каждая пара знает, где находится их гнездо. Они бегут к своему птенцу, чтобы его покормить, а потом с утра опять уйти. И создан такой парк, то есть можно посидеть, посмотреть, как это все происходит. Нельзя там фотографироваться вспышкой, и вообще трогать их нельзя. Но все равно это все, конечно, происходит очень бурно. Это прямо их естественная среда обитания, их туда никто не привозил нарочно. Нет, нет, нет. Это очень сильно охраняется. То есть все деньги, которые они собирают в этом парке, идут на то, чтобы... Туда платный вход. Да, платный вход, и поддерживают популяцию пингвинов, чтобы сохранять их ареал. Как они поддерживают? Они в воду рыбки запускают, чтобы им было чем питаться? Нет, нет, они просто охраняют эту территорию от того, чтобы город наступал на это все. И им даже не мешают люди, господи, так удивительно. Им мешают только куалы. Чайки тебе в чайки мешают. Куалы спят 24 часа в сутки, им никто не мешает. Они просыпаются и едят дальше. Какие-то еще места, о которых вам бы сильно хотелось рассказать? Или уже можно переходить к вкусняшкам? К вкусняшкам. Давайте. В парках вкусняшки. Самые главные вкусняшки это в парках. Стритфуд? Нет, на самом деле в любом парке, большом или маленьком, в любой деревушке стоит гриль на улице. За 150 рублей, да, можно арендовать? Не за какие 150 рублей. Я шучу. Это все абсолютно бесплатно. Стритфуды какой-то. Гриль, то есть это некая поверхность, которая работает или на газу, или на электричестве. Рядом умывальник, рядом полотенце бумажное и т.д. Все продумано. Да, все продумано. Ты идешь в магазин, покупаешь креветки, например. Сосиски. Да, за цену, которая в 5 раз дешевле, чем это будет в ресторане. Пришел, пожарил, за собой убрал, выкинул, помыл руки, вытер, пошел дальше. В любой деревне. То есть нас это очень сильно показало. Да, и мы этим очень часто пользовались. Для того, чтобы... Местная кухня, как и вся Австралия, очень интернациональна. По большому счету таких ресторанов, как у нас, у них нет. То есть со скатертями, с бокалами. Это в нашем понимании даже не кафе, это забегаловки. И основная еда, это все-таки бургер и пицца. Ну, стрит-фуд. Стрит-фуд. Но сам стрит-фуд, он настолько многонационален и настолько высокого качества, что... За язву желудка можно не беспокоиться. Нет, можно не беспокоиться, да. Если вы хотите вьетнамской еды, вы идете к вьетнамцам, если китайской, к китайцам, если индийской, к индусам. И это будет... Ну, то есть, если мы заходим в ресторан и порядок цен, ну, наверное, в районе 50 австралийских долларов, чтобы покушать вдвоем, то на улице вы поедите, ну, 10 на двоих спокойно. И это будет... За глаза. За глаза, большая порция. Она очень вкусная, она калорийная. Раз уж заикнулись о финансах, может, у вас есть какие-то лайфхаки, на чем сэкономить, куда они стоят ходить, чтобы не тратить время, может быть, что-то, ну, такое, с практической точки зрения. Ну, из лайфхаков, то, что в Австралии в любом большом городе передвигаться на электричках, на метро намного удобнее. То есть, никакие такси, никакой другой транспорт не сравнится и по стоимости, и по быстроте. Электрички. Да, то есть, там есть специальная транспортная карта, и чем больше ты ездишь на электричке, тем дешевле у тебя одна поездка. Причем, ты не можешь предсказать, сколько она будет стоить, но, например, чем больше, тем... Да, даже австралийцы не знают, сколько будет стоить их поездка. Это вот... Прикольный, да. В Кернце, например, на побережье есть огромный бесплатный бассейн, там, где все покупаются, в общем, никакого отеля с бассейном тебе, в общем, не надо. Мы снимали апартаменты, ходили в этот бассейн, там, рядом море, все нормально, даже океан. Вот. Ну, и то, что питаться на улице, это вкусно и хорошо, то есть, есть такие длинные суши, все их берут, идут, кусают, и, в общем, это все не хватает. И неразрезанные роллы, то есть, они... Ага. Очень практично. И, в общем, если говорить про еду, то в супермаркетах понятно, что дешевле, и за 2-3 часа до закрытия готовая еда, она прям на 70% дешевле, то есть, там... А иногда и больше, да, мы иногда возвращались домой, у нас был рядом супермаркет, работающий до 12, и, там, не знаю, большая курица-гриль, которая так стоит 10 долларов, она вечером полтора доллара стоит, и... Ага, крутяк, так сразу кушать хочется. Спасибо большое, но это еще не все. Полминуточки буквально остается, давайте скорее нам веселую историю жизни. Курьезный случай вы обещали. Ну, да, мы себя считали всегда прокачанными путешественниками, и когда путешествовали по Голландии, у нас был переезд из Амстердама в Роттердам. Там по Голландии мы поболели, и после этого мы должны были взять машину и поехать в Бельгию. В общем, машина была забронирована, оплачена, мы, как обычно, совершенно спокойно приходим, это дело было в субботу, они работают там до обеда, эти пункты прокаты, дальше закрываются. Ну, как ни в чем не бывало, приходим в пункт прокаты, нам говорят, в общем-то, бескредитные карты, мы вам ничего не дадим. Мы объездили кучу стран, где дебетовые карты для аренды автомобиля вообще нормально принимались. У нас с собой не было ни одной кредитной карты. Да, ни одной кредитной карты, и все, не упер, и сказали нет, мы ничего не можем. Все, пошли пешком? Мы обошли в Роттердаме порядка, там, шести пунктов проката, никто не мог нам дать машину, потому что все требовали кредитную карту. Мы понимаем, что, как бы, сейчас все закроется, и, в общем, мы останемся без машины в Роттердаме зачем-то. Без жилья, да. Жилье забронировано вообще в другой стране. Нам пришлось сесть на поезд и поехать обратно в Амстердам, взять там машину и оттуда поехать уже в Бельгию. Я думала, вы побежали в ближайшую банку порублять кредитную карту. Да, но банки к тому времени уже были закрыты. Проще было вернуться в другую страну. Хорошо, что там хорошо. Хорошо, что там хорошо кончается. Спасибо большое. Андрей, Виктория, Коротыша, вы у нас были в гостях. Еще раз спасибо. Коротышу. Да, да. Спасибо. Прикольно. Опять не так сказал, да? Да, да. Ну ладно, что мы привыкли. Прикольно. Прикольно.